У меня каждая татуировка что-то означает. Это не просто я набил от балды, а бы набить. Потому что она говорила, что в этом нет смысла. Я говорю, в этом есть мой смысл. Она может как, не, не, говно несешь. Ну вот. А как, кстати, родители относятся к татуировкам? Свести нахрен. Мне 20. Но мама видит во мне того самого 14-летнего озорного мальчика. По всей тиктокеры играем детей, но на самом-то деле мы с Олегом уже мальчики взрослые. Ничего не принес. А ты просила? Достали, а что ты мне ничего не принес? Закажите, договоримся. Ну, давай сразу рассказывай, сколько татуировок, где, когда, зачем, почему. Я если раскатаю рукава, будет долго. Я еще в четверг добиваю рукав, поэтому очень-очень много уже. Ну, мне нравится. У меня каждая татуировка что-то означает. Это не просто я набил от балды, а бы набить. Тут все имеет взаимосвязь. Я очень хочу докапываться до истинной глубины. Потому что Маша рассказала, что татуировки у нее имеют то, что это глубокое значение. Их бьют при каких-то медиативных состояниях. В курсе? Да, да. Она рассказывала. Она мне даже одну татуху отказывалась бить, потому что она говорила, что в этом нет смысла. Я говорю, в этом есть мой смысл. Она такая, не, не, говно несешь. Ну вот. Видишь, она прям как психолог. Поэтому давай, рассказывай. Моя самая любимая татуха, это Бэтмен и Джокер. Я большой поклонник фильма «Темный рысарь». Для меня это фильм номер один и та суть, которая в него положена. Мне очень нравится фраза Джокера в конце фильма, где он говорит, что мы друг без друга не можем, потому что ты меня не убьешь, потому что ты справедливый и честный, а я тебя не убью. Потому что, ну, без тебя скучно. И мне очень нравится, когда в человеке сливается справедливость, доброта, тщетность, вот то, как, тщетность, честность, то, какой есть Бэтмен. И хитрость, и вот есть правило, можно идти не то, что не по правилам, а просто без правил. Это как Джокер. И если это вместе соединить, можно получить что-то очень великое и крутое. Есть люди, которые не могут существовать друг без друга, потому что становится неинтересно. Как одному, так и другому. Это как ини-янь. То есть и светлая сторона, и есть темная. А почему ты это надел на себе? Я как джедай, вот с желтым мечом. То есть я и не на светлой стороне, но и не на темной. Я балансирую, используя обе. Можно секунду, я твой капюшон надену? Реально джедай. Мне меч только дайте. На другой руке. На самом деле, это одна из самых маленьких, но я безумно люблю путешествия, очень люблю, поэтому зарабатываю деньги, чтобы очень много ездить по миру и путешествовать. Для меня она очень много значит. Это, кстати, вот шанс есть всегда, это напоминание для меня. Я очень часто об этом забываю. Эту татуху делала Маша, это одна из первых. А почему ты себя постоянно напоминаешь про это? Ну, я забываю об этом. Я же балансирую между сторонами силы. Могу уйти в позитиву, могу уйти в негатив. Просто есть вещи, как вот «все или ничего», например. Это вот те две фразы, которые мне напоминают, что чувак, давай. Слушай, у тебя вот такая двойственность, что мне стало очень интересно тебе задать один вопрос, но я тебе его задам, но только очень странным способом. Кто ты по знаку зодиака? Не говори, а изобрази его телом, потому что ты слишком двойственный. Да, по гороскопу у таких натур очень двойственная такая сущность. Да, очень упертая, но очень справедливая. Я думала, ты близнецы, потому что вот у меня примерно то же самое всегда. Я тот человек, с которым бессмысленно спорить. Я выиграю в любом споре. Ну, очень. У меня только батя может в споре выиграть. Все. А как, кстати, родители относятся к татуировкам? Отвратительно. Мама сказала, что это все надо свести нахрен. А тебе сколько лет? Мне 20. Но мама видит во мне того самого 14-летнего озорного мальчика. Ну, глядя в твои глаза, по-другому не скажешь. Они у меня добрые, но они бывают очень злые. Ну, короче, посерединке я балансирую. Мне это нравится. Скажи мне, какое это мероприятие по счету у тебя? За сегодня четвертое. Именно за сегодня? У меня сегодня мой лучший друг из Киева прилетел. Я как самый настоящий друг повел его в кайф. И накрыл поляну. А в кайф-бургер же ходил? Нет. Что-то там очень много людей. Я лучше подожду, пока слынет наплыв, и тогда сходим. А к другу? Понравился кайф? Да он, посмотри на него, он стоит уставший, уже выпивает, потому что ему тяжело. Он же сегодня, он же прилетел, он всю ночь не спал, пока доехал, пока приехал, пока разгрузили вещи, бегом-бегом-бегом туда-сюда. Подарки пока всем развезли, конфеты Дмитрия Гордона, то ушло время, ушло время. А сюда ничего не принесли в подарок? А Маша ничего не просила, она сказала, просто приходи, я у нее дважды спрашивал. А мне ничего не принес? А ты просила? Я напишу тебе потом. Я всем говорю, заказывайте, достали, а что ты мне ничего не принес? Закажите, договоримся. Закажу, еще оформлю доставку, все-таки, до себя, и закажу. За твой счет, Зайка. Хорошо. Я люблю просто подарки, особенно если от таких людей. Давай, последний вопрос. Топ-3 места, которые ты покажешь своему другу из Киева? Красную площадь, конечно же, ресторан Тарас Бульба украинской кухни, это мы завтра же идем. И третье, наверное, какой-то бар, какой-то хороший бар для нас с Олегом. Мы же, типа, все тиктокеры играем детей, но на самом-то деле мы с Олегом уже мальчики взрослые.